Хурма виргинская, американская, растет и культивируется в США. Это самый морозостойкий вид хурмы, выдерживающий морозы до минус 37 градусов. На ее основе создано уже много культурных сортов, выдерживающих минус 35 градусов, но видимо все они требуют защиты от ветра. Самые большие успехи северного хурмоводства достигнуты в Белгородской области, столице северного хурмоводства Шебекино на 600 километров южнее Москвы. Зимы в Шебекино мягче и теплее на несколько градусов, чем в Подмосковье, однако и в Белгородской области бывают морозы за 30 градусов. Во дворе растет больше 10 видов хурмы. Как удалось в наших условиях добиться такого результата, методом проб и ошибок отвечает садовод. И это не все, в планах попробовать новый сорт. Из Японии сейчас получили новые сорта, тайшу, сашу. Самые крупоплодные и перспективные для нашей зоны будут. В основном все сорта хурмы привезены из Америки. Они подходят к нашей климатической зоне морозостойки. Но есть в саду Евдокимовых и один особенный сорт. Здесь растет единственный специально выращенный местный сорт хурмы. Называется Белогорье. Хурма Белогорье самоплодна. По размеру совсем небольшой, но вкус очень насыщенный. С привкусом карамели и даже рома. Особого ухода эта морозостойкая хурма не требует. На зиму не укрывают. После 40 лет селекции в Канаде появились два сорта хурмы под названием «Канадская». Это сорта «Тейлор» и спешал. У сортов противоречивое описание. Поэтому сложно сказать, какой из них наиболее морозоустойчивый. Заявлено, что эти сорта подходят для третьей климатической зоны или холоднее и выдерживают минус 40 градусов при сильном ветре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...